мы в онлайне всем привет всем доброго времени суток дорогие друзья евгений тоже поздоровайся с теми кто нас в гостях незаменимый наш помощник и легендарный актер да скоро опять новый год вы представляете как быстро мчится время следующий месяц уже уже везде в магазинах говорят украшения я сегодня проходим жени в магазине у города в этом отделе игрушки какие игрушки мягкие наверно горит нет елочные посетить уже елочные игрушки везде уже новогодняя тема так что новый год не за горами и хочу сказать что прошел очередной и творческий и календарный год моей жизни хочу всех поблагодарить мнение поздравление было и были многочисленные когда вот как бы ждешь день рождения отдельного тогда вот готовишься у меня завтра день рождения бывает такой придут друзья там как-то буду отмечать то какое-то другое настроение а когда вот тебя гонка такая пора жена родит скоро там что-то другое сам в больнице какие-то там нужно делать подготавливать вещи для того чтобы ребенку комкортно в доме да и потом мы же совсем недавно отмечали как раз таки рождение причем отмечали это очень не успели еще отойти да ну как бы короче короче за дело закончилась тем что я выдохся просто вот устал и вот эти вот мои четыре четверки они меня как-то вот я думаю 4 4 2 короче две мои четверки я хотел сказать не вызвали у меня желание как бы никак отмечать уже ничего я решил что в этот день много поздравлений по телефону и все на этом проснуться 4 рано не выспался 8 часов утра смотрю уже пропущенные вызовы у меня в телефоне некоторые звонят не помню во сколько дозванивается мне один человек где-то начало восьмого и виду увидите с днем рождения вот честно не кто потому что было столько поздравляющих людей а до владимир никифорович спасибо вам огромное владимир никифорович за ваш звонок да я помню позвонил владимир никифорович до мамонов мы с ним друг друга поздравляем с днем рождения так повелось вот и не поздравил рано было бы очень приятно вот потом звонит другой человек и голову я говорю вот только что звонили меня уже поздравляли он гордина 1 вернет не уже поздравили а вот и выясняется что кажется саша шульгин горит знаешь я пять часов тебе уже написал поздравление это началось с пяти утра потом кто-то начал подарки еще дарить до этого но хочу таки дорогие друзья сказать что конечно подвел нас фейсбук прошлом году поздравлений было больше потому что там на странице фейсбук было по-моему около 160 поздравлений в этом году вот страницу наши убили теряем надежду поэтому у кого есть желание у кого есть фейсбук присоединяйтесь пожалуйста к нам в фейсбук будем общаться и в фейсбук но зато в одноклассниках было огромное количество поздравлений на которые мы отвечали люди писали в личку очень много и вы знаете к своему сожалению не могу ответить всем даже вот и в личку писали и в ватсапе тоже писали и ватсапе некоторые родственники даже обижаются дети написал письмо а ты не отвечаешь не могу я вот сидеть вот целый день отвечать действительно сотни и сотни сотни но что хочу сказать это все приятно должен быть правильно раз люди помнят тебя и поздравляют и со всех уголков страны я не помню кто одна женщина я люблю вас как детей нам сами написала за нами следит да в одноклассниках я не помню что написал или ты мечтала или я сам где-то нам так приятно слышать такие слова главное что звучать наши песни сегодня я был в одном не очень такому для кого-то приятном месте для меня бы это реальное место я был во втором отделе на луговом городе шахты там по делали полиции до втором отделе полиции города шахты я захожу особо такая настоящая такая матерая обстановка полицейская да ну чуть чуть жестче да я присел ты по приятному лавочку вот мы там разговариваем с человеком с полицейским он будет несудимая пока нет в общем ситуация какая что сидишь сижу я же я знаю уважаю наших руководителю по полиции нашего города и мы тоже друг друга поздравляем и переписываемся и бываю я вот в этом году правда не был несколько лет назад был на их мероприятиях ко дню полиции там немножко у них испортилось были проблемы в общем преступления в этот день серьезные и не не отмечали по тихому по скромному вот так о чем это я хотел сказать что в полиции вижу жду значит там полиции полицейского и слышу одна значит у женщине в телефоне звучит песня мама наши да 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 на звонке слушает песню мама я просто был настолько удивлен вот как бы на самом деле уже не услышал у него сушами проблемы да то есть люди слушают а потом я слышу шептом летает аж тартанов вот этот синий который поэту песню о чем говорит у нас городе живет вот ну я одна честно хочу сказать что даже в полиции девушки у нас полиция работают такие серьезные девушки которые действительно могут постоять и за себя из окружающих и за порядок в городе потому что не было бы полицейским до потому что было нет но не было бы полицейский был бы полный беспредел поэтому я родился вот рядом с днем полиции всегда поздравляю поздравляю и виктора яковлевича кипжитца своего старейшего старейшего друга вот мы с ним общаемся поэтому что . хотим сказать вот поблагодарить ну да хотим сказать спасибо всем и если мы кому-то не успели ответить то это не значит что мы не читали стали все ваши поздравления и очень рады что такой большой ажиотаж интерес и особенно приятно еще когда уже видишь такие знают люди мне все дорогие вот как бы до каждое поздравление там от родственников соседей захожу в лареку овощной до незнакомая женщина мне горит а у вас сегодня день рождения вы гуляете воронов тебя поздравляет желает тебе всего 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 и он тоже из города шахты тебе сергей скажи сергей ты какие-нибудь наши песни слышал слушаешь напиши и какие нравятся ответа так что продолжают тебя поздравлять до это вот я просто хотел этим эфиром таким коротким да вот мы сидим на кухне как у нас то бывает ужинаем у нас такой был безумный день был он приятным и неприятным я столкнулся там с одной неприятности почему поехал полицию потому что на каждом шагу мошенники друзья на каждом шагу хотят тебя обмануть и причем обмануть хотят инвалида и забрать его последние деньги меня это как бы всегда бесит раздражает то это не только я один страдая в городе уверен десятки таких вот и поэтому я несколько раз этих людей предупреждал что я буду обращаться и полицию и другие органы инстанции что если они не нет свое поведение они не изменяют они наоборот ведут себя наглее пришлось мне как бы вот сегодня съездить полицию но я уверен что мы разберемся с этим потому что ну ты мелкий как бы как бы мелкие трудности да но если мы не будем ставить кого-то на место то мир будет еще страшнее поэтому спасибо вам полицейские за то что вы так несетесь будет слушать еще наши песни плюс ко всему а погода у нас там какая сегодня ой какая у нас погода друзья вот ноябрь какой сегодня 16 ноября настолько вот вот там метет да там метет но вот такая погода хороша в новогоднюю ночь на эти рождественскую ночь у нас в том году лил дождь говорили было плюс 10 я помню я родилась как дядя жизнь для сегодняшняя погода у вас классно просто погулялся им сначала говорю давай сходим со мной в одно место я сим-карту поменяю там типа того да и в итоге мы же не влипли в несколько таких неприятных для него но я всегда перестаю тоже являть своими этими эксцентричными какими-то но тем не менее он спокойно к этому относится зато не скучно даже нет самой точно не соскучишься да а у нас несмотря на погоду дома тепло уютно на втором этаже спит у нас наш коленька тимоша с платошей смотрят мультики занимаются с детским планшетом а мы тут на кухне решили за ужином с вами пообщаться вот такая у нас сегодня обстановка да еще приятные новости вот вика нам виктория гнатова наша помощница подруга она нам постоянно такие сюрпризы устраивает сообщает я просто даже об этом не знаю она пишет например по ватсап увидите такого-то числа опять значит в этот день показывают по шансон тв и песню мама в этот день опять пока мы уже мужская я показывают официальный клип на это да официальный видел в этом клипе снялась вся наша семья то есть мы наши дети наши мамы такой настоящий клип все как в жизни так фактом что фарфу до факту еще не видела обязательно факт уж нам в видео дай мне приятно что постоянно уже на шансон тв и также рубиновое сердце уже два раза показывает по шансон тв утром и вечером ведь в виду дня или сколько и это продолжается тем более вот в преддверии дня мать и я хочу сказать что 25 до 25 числа в воскресенье не забудьте мужчины и женщины на того подключилась век привет привет века дядя жени вики тоже помашешь помаши а как это века а почему я не вижу нет но она она пишет и нас слушает вот она пишет привет привет а воздушные поцелуни о чем-то хотел сказать что да вот дорогие друзья близца день матери и поэтому надо всем у кого живы мамы у кого не скажем так может быть далеко от людей живут и может на нет бывают но это же не пребывай мне пожалуйста я говорю привет пишет века да бывает так что мама же вверх даже не сказать я бы бывает что мама живет другом городе да далеко ты живет работает человек допустим на севере мама живет на юге или наоборот мама живет в москве человек живет на юге люди далеко но не пожалуйста маме вот сделать какой-то сюрприз. И перешлите нашу песню, чтобы мама почувствовала, как вы ее любите. Да, мне что нравится вот в этой песне, царствие небесное, уже вот ее поэт Сергей Смирнов-Ковмышин, который написал стихи, а мы уже на эти стихи, я положила музыку и получилась такая песня. Да, и мама решила, где будет куплет, где будет припев, то есть самое главное, Сергей написал слова. Но почему они мне сразу понравились? Потому что они не какие-то там блатные, мне не нравится песня, в общем, они имеют место жизненное, да, когда человек уже осознал, что он там совершил глупость, отсидел и потом раскаивается, мама страдала, а он просит прощения. Вот такие песни, честно сказать, не нравятся. Нет, это песня возвышенная. А вот эта песня возвышенная, а как бы говорит о том, что женщина, мама для нас святое. Вот по всем понятиям, по всем заранным жизни, действительно, мама это святое. Поэтому, друзья, вот ко Дню Матери обязательно мы этой песней... Отправляйте мамам эту песню. Я думаю, что маму это тронет до слез любую. Мне еще звонит из какого-то города, я не знаю, вот это Алекса... Высоцкая. Высоцкая, да, какая-то девочка юная совсем, по-моему, да? Ну да, это наша поклонница. Наша поклонница. Спасибо тебе, что ты звонишь. И пишет она нам. Вот. Постоянно и в одноклассниках, и вконтакте. Кстати, Женя, еще пять минут назад Виктория Игнатова тебе поцелуйчик отправила и написала, Женя, лови поцелуй. Вот как, друзья. Я подошла, пока ты закончил тему с песней и Жене передала. Просто Женя с Викой, у них такие... Вика, если б ты видела, какое у Жени сейчас довольное лицо... А, вот сейчас я тебе собственно и покажу. Глянь, как он заулыбался. Так. Ну и что? А, кстати, через месяц будет актуален и клип, в котором и Вика, и Женя... Да, вот почему мы говорим об этом во всем. Главные роли, по факту, главные роли. Да, которая пришла к нам в гости. Напомню, что у нас клип «Улетный Новый год». Да, «Улетный Новый год». Очень актуально. Вот к «Одню матери» песня про маму, да. Очень смешной, прикольный такой, заводной вообще. А «Улетный Новый год», я надеюсь, что он вызовет большой резонанс в этом году в сети. Слава Богу, мы подружились с некоторыми блогерами, которые делают интересные видео, клипы. И я думаю, что в этом году вот... На песне «Улетный Новый год» будет вторая жизнь такая, да. Ну и наш клип официальный тоже, я думаю, что он в сети. Вика написала «Мы это повторим». Да. Женя, готовься. Без базару. Да. Всегда готов, да, Женя? Ну что же, мы в такой теплой, несмотря на вьюгу, за окном, по-моему, легкий минус. Несмотря на такие вот, знаете, сейчас заснеженные дороги, нечищенные. Воду потеплеет. Будем ходить в легких водках. У нас теплая атмосфера, друзья. У нас так всегда. Теплая атмосфера, веселая. И поэтому мы всем, всем, кто нас смотрит, слушает и любит, передаем большой привет. И еще раз хочу всех поблагодарить, всех, 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 кому я не успел ответить. Я постепенно отвечаю. Просто в «Одноклассниках», Анечка, там тоже надо будет еще поотвечать. И, по-моему, в «Контакте» есть несколько там неотвеченных еще поздравлений. Надо обязательно людей, как бы, ну, сказать всем спасибо. Но просто вы поймите правильно, что на огромное количество сложно. Тем более какие-то еще дела постоянно. Ну ничего, мы будем постепенно отвечать даже. Потому что многие, кстати, и уже после тоже поздравляют и через месяц тоже бывает такое, да. В общем, будем так по мере возможностям, вот. Поэтому мы, знаете, чего? У нас будут интересные всякие встречи, вот у нас были, вы знаете, я со Славой, с медиаником общался, да? А я общался с… с кем общался я еще? С Пьером Нарциссом, с Анной Калаковой, с Дианой Гурцкой, с Светланой Фетт, певицей. Я вот эту тему буду продолжать. Я сейчас разучиваю новые песни. Как вы уже знаете, я долго об этом говорю. Медленно этот процесс идет. Но, скорее всего, вот до Нового года я обязательно запишу несколько песен со звездами. Это будет такой подарок. Но как минимум три песни я запишу именно со звездами. И поэтому я буду делать интервью, как бы, вот с ними. Мне всегда интересно их отношение к жизни. Вот не всегда бывает такое, что мы когда с Анечкой Калашниковой уже в клубе… Угу. Угу.